2 июля 1816 года у берегов Сенегала терпит крушение французский фрегат «Медуза». Он садится на мель у островов Зеленого мыса в западной оконечности Африки. Три дня команда пытается снять корабль с мели, но усилия оказываются тщетны. Спасательных шлюпок на всех не хватает, и 150 пассажиров покидают брик на плоту. 12 дней скитания по волнам, нехватка воды, отсутствие припасов подталкивают в борьбе за жизнь к людоедству. Люди пьют морскую воду и мочу, население стремительно уменьшается. Ко дню спасения в живых остается полтора десятка человек. Для либеральных французов катастрофа фрегата «Медуза», гибель корабля, который для христианского человека символизирует сообщество, сперва церковь, а затем и нацию, становится дурным знаком начинающегося нового режима реставрации. Осенью 1817 года выходит в свет книга «Гибель фрегата «Медузы». Очевидцы события Александр Кориар и врач Андрей Савиньи описывают в ней двенадцатидневное скитание. Книга попадает в руки молодого художника Теодора Жирико, который видит в истории сюжет для своего большого полотна. В 1819 году законченная картина выставляется на парижском салоне и становится символом романтизма в живописи. Жирико отказывается от намерения изобразить самое соблазнительное – сцену каннибализма. Не показывает он и поножовщину, отчаяние или само спасение. Художник выбирает единственно верный момент – момент максимальной надежды и максимальной неуверенности. Момент, когда уцелевшие на плоту люди впервые видят на горизонте брик Аргус, который сначала проходит мимо плота и лишь потом, идя встречным курсом, наталкивается на него. На эскизе основная идея уже найдена – колеблющаяся плоскость, на которой клубятся тела, и отчетливо виднеющийся Аргус. Но интересно, что в картине корабль превращается в маленькую точку на горизонте, мерцающую, подобно маяку. Она притягивает к себе взгляд, но как бы и не существует. Пирамидальная композиция картины, скульптурные тела мужественных атлетов рождают в памяти героев страшного суда Микеланджело. Расположение фигур в пространстве, почти хаотичное на первый взгляд, глубоко продуманно. Художник создает композицию из четырех групп персонажей, тем самым формирует энергичную диагональ. От тел погибших и отца, склонившегося над сыном, взгляд зрителя направляется к четырем фигурам у мачты. Динамичный контраст их сдержанности составляют люди, пытающиеся подняться, и группа подающих сигналы в сторону корабля. На первом плане фриз смерти из шести поверженных гигантов. Их фигуры даны в натуральную величину. Смертвецов сорвана одежда, что делает их тела более жалкими. Художник показывает, как страшна смерть, которую никто не замечает. Никто не оплакивает. Около мачты темные силуэты. Это те, кто сомневается в счастливом исходе. Небольшой интервал отделяет группу мертвых, отчаявшихся от тех, кто поверил в спасение. Их движение зарождается в центре картины, следуя композиционной диагонали, и завершается фигурой негра, вставшего на бочку. Кажется, что и плот устремлился в ту сторону, куда обращены взоры, обретающих надежду людей. Нарушая традицию расположения фигур, Жирико разворачивает героев от зрителя так, что рис почти не видно, а те, что есть, затенены. Художник пишет битумом, увлекаясь его прозрачным коричневым тоном. Однако краска химически нестабильна и со временем только темнеет, добавляя работе еще больше драматизма. Колорит картины почти монохромен. Тусклый, как бы помертвевшие краски, характеризует образы с безжалостной откровенностью. Художник дает фигуры в двойном освещении. Чтобы избежать силуэтного изображения на фоне светлого неба, вылепить объемы человеческих тел, он заливает плод диагональным потоком света от нижнего левого угла к верхнему правому, повторяя тем самым общее движение людей. Бронзовый торс фигуры сигнальщика эффектно рисуется на фоне желтовато-серебристого высветленного неба, переходящего в легкую глубизну. Вода вдали словно светится. Хлопья пены падают на доски плота, за которым поднимается гигантская волна, готовая ввергнуть оставшихся в пучину океана. Океан занимает не так много места на огромном полотне, но художнику удается передать ощущение масштабности бушующей стихии. Композиция картина размыкается, открывается на зрителя, вводит его в свое пространство, затягивает взгляд внутрь и воронка клубящихся тел, по которым зритель точно шагает на плод, становясь участником происходящего. Гигантское полотно впечатляет своей выразительной мощью. Здесь нет центрального героя. Свой замысел художник раскрывает через поведение и эмоции каждого персонажа. Картина Жирико начинает работать по-новому. Она обращается не к армии зрителей, а к каждому человеку. Каждый приглашается на плод. И тогда океан — это уже не просто океан потерянных надежд 1816 года. Это удел человеческий. С океаном нельзя договориться. Это судьба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова